Вторая кожа – аромат из моей постоянной коллекции, из кожаной группы. В моей постоянной коллекции есть группа про ландшафты и пейзажи, она с зелеными этикеточками. Группа про пряные, теплые, окутывающие ароматы с оранжевыми этикеточками. Готика – страшные сказки с синими. И кожаная группа, про которую мы говорим, она вот с такими серенькими этикеточками. Все мои ароматы идут в двух концентрациях. Это «П» со спреем, можно нажимать, пшикать. И духи во флаконе, с которого можно намазать. В пробничках это выглядит вот так. Вот это вот 1 мл ЭДП и вот 0,5 мл духов. Стоят они одинаково. Форма у них абсолютно одинаковая. Вопрос концентрации и степени нанесения. Однако концентрация и степень нанесения, они меняют характер ароматический профиль аромата. То, чем он, как именно он раскрывается. Сегодня вторая кожа, она же «Секундский». Она появилась, наверное, можно сказать, что она появилась второй в моей коллекции кожаных ароматов. В эфире, посвященном аромату русской кожи. В эфире про русскую кожу я рассказывала о том, что мои кожи появились на свет как попытка приблизиться к моим любимым винтажным образцам кожных ароматов. В частности, жали «Мадам» и «Бандит». Вот вторая кожа после русской кожи была второй такой успешной попыткой с моей тёщей зрения. Я тогда показывала свои ароматы довольно многим друзьям, критикам, увлечённым. И вообще они были в таких рабочих сэмплах. И у меня была кожа номер один, которая потом стала русской кожей. И вот это была просто кожа номер два. Я её даже, ну как она ещё не называла, кожа номер два. И потом такие, ой, а у тебя есть, а можно у тебя вторую кожу купить? И это как, о, вторая кожа. А вот же какое замечательное для неё название. То есть вторая кожа – это название родилось, так сказать, прямо из практики. О чём она? О чём аромат вторая кожа? Во-первых, безусловно, это тоже такой аммаж винтажным ароматом. И я бы сказала, что нельзя, конечно, сказать, что это средняя между бандитом и Жоли Мадам. Нет, она не похожа на самом деле ни на то, ни на другое. То есть если мы будем смотреть на состав, мы опять увидим, что это такой фруктово-кожаный шипр тоже с полынью. И, казалось бы, тоже вот так, как и с русской кожей. Ты смотришь, полынь, бергамот, ветивер, сандал, жасмин, тубероза, роза, табак. Ну, наверное, это одно и то же, но, да, кто пробовал, они абсолютно разные. То есть из одних и тех же ингредиентов можно собрать совершенно разные истории. Да, ингредиенты на самом деле не одни и те же. Здесь акценты расставлены совершенно по-другому. И есть совершенно тоже другие ароматические истории. Я расскажу сейчас, какие. Значит, вторая кожа, про что она как бы идейна? Вообще кожа, с одной стороны, это, безусловно, и исторические ароматы, связанные с кожевенным производством, с выделкой, с седлами, сумками, обувью, да, и вот такими аксессуарами, с одной стороны. То есть это такое изысканное украшательство себя. С другой стороны, кожа – это кожа тела, да, кожа нашего тела, граница нашего тела, это то, чем мы воспринимаем мир. Это можно сказать, да, кстати, наверное, можно сказать, что кожа – это наш самый большой орган, да, потому что в том числе у нее есть разные другие важные и нужные функции – охлаждение, очищение, между прочим. Во мне заговорил биолог. Но здесь я не про это, а про то, что это действительно аромат про границу себя и про радость, причем про чувственную телесную радость в собственных границах. В нем есть оттенки кожи, которая кожа, есть, безусловно, но еще в нем много очень мягких, бархатистом, в таком винтажном духе цветов до консистенции темного меда, смешанных с мягкой древесиной, ванилью. И в нем есть, например, белый кедр, совершенно тоже замечательный абсолют, который пахнет вареньем из дерева, если можно так сказать. В нем есть немного копченых оттенков, которые помогают создавать образ кожи. И в нем есть вот эта вот медовая тягучесть, но не сладкая, а древесная, если можно так сказать. И опять же, оттенок сладкой хвои, оттенок вот такого вот леса там тоже есть. Но это не дикий лес, это лес, помещенный в наши маленькие удобные границы. Когда-то я прочитала один отзыв про, по-моему, это было не про вторую кожу, это другой мой аромат, про негрэда. Он меня в некотором роде потряс. Покупательница писала, что в этом аромате мне стало просто отказывать людям, просто говорить нет. И я надеюсь, что вторая кожа тоже так работает, потому что, повторюсь, это история про наши границы, про то, что когда мы внутри себя, нам может быть хорошо, нам может быть не скучно. Внутри себя мы полновластные властители, императоры. Мы и есть то, что внутри нас. Это наш огромный мир, наше корабельство, наша вселенная, можно так сказать, ограниченная кожей. И вторая кожа, она еще потому вторая, что она дополнительно защищает нас. Она придает нам вот этот вот дополнительный уютный кокон, когда мы контактируем с миром не только нашей обнаженной кожей, что часто и символически кажется, что, ну вот, знаете, есть даже такие метафоры, что это человек со слишком тонкой кожей. Или как ощущение, когда, например, человек с незабрубевшими ногами, привычными к обуви, вдруг встает на какую-нибудь дорогу и начинает идти босиком. И вдруг вы понимаете, что вы вообще не готовы воспринимать мир вот поверхностью кожи, что ваша кожа слишком, мир слишком жесток для нас. Но на этот случай у нас есть вторая кожа. И этот аромат, я надеюсь, помогает найти как раз вот дополнительный ресурс для того, чтобы чувствовать, что даже если вы соприкасаетесь с миром, непосредственно кожей, вы достаточно защищены. У вас есть невидимая вторая кожа, которая напоминает вам о том, что все равно вы в своих границах, что вы здесь, что в них комфортно, что в них вы можете расслабиться. И вам тепло. Вообще, это вот очень теплый такой, хоть он и кожаный, но все равно окутывающий, мягкий, приятный аромат. Его начало немножко горьковатое и цитрусовое, если стать красивым, что гисперидное. Это дань тоже лентажным ароматом, который меня вдохновляли, когда я этим занималась, в 2010-м, по-моему, году. Кроме цитрусов и полыни, в нем есть много такой целый винтажный букет цветов. Майская роза, которая дает такую розовую свежесть. Особенно она в ЭДП хорошо может быть. В ЭДП вот в теплую погоду, теплую, но не жаркую. Вот там можно различить как раз множество вот этих вот свеженьких цветочков, тубероза, роза и так далее. Гвоздика тоже такой винтажный козырь, можно сказать. Тубероза. Ну, когда мы делаем аромат про такую гидернистическую кожу, без туберозы, по-моему, вообще обойтись нельзя, потому что она как раз дает и молочный оттенок, и оттенок такой человеческой плоти. И вот это вот. Ну, то есть я просто очень, я очень люблю эту розу, может быть, именно поэтому я ее так воспринимаю. Есть иланка-ланк, есть марокканская роза, которая помогает с другими вместе ингредиентами получить такой оттенок фруктов спелых, сливовой кожицы, да, которая вот покрыта таким налетом. Может быть, немножко тоже меда. Жасмин. Здесь жасмина я не делаю. У меня, по-моему, нет чуть ли не один духовный. Может быть, Дом-призрак без жасмина. Все остальные у меня ароматы с жасмином, потому что жасмин – это тоже вот, на мой взгляд, это сердце комфортного кожного аромата. В нем есть анималика, в нем есть мед, в нем есть и такие дурманищие белые цветы прекрасные, которые тоже хочется закрыть, глаза откинуться, и вы понимаете, что вот все. Счастье, вот оно, оно происходит с вами прямо сейчас. Вот жасмин – это тут. Кассия. Кассия, которая тоже цветок, делает красивые переходы между цветочной темой и ванильно-сандалово-табачной. Ваниль, сандалово-табак есть. И то, что отличает, ну, сильно, я бы сказала, отличает этот аромат от других – это бессмертник и белый кедр. В нем довольно много абсолютно бессмертника. Абсолют бессмертника – штука интересная, интересная в парфюмерном смысле тоже. Она, ну, как бы, да, она ни на что не похожа. То есть она похожа на… Кто нюхал цветы бессмертника, то знает, что они пахнут и сладко, и медово, и у них есть специфический именно вот бессмертниковый аромат, которого больше нигде нет. Он очень узнаваемый. И он очень красивый, согревающий, теплый. И Абсолют с бальзамическими тоже вот такими прозрачными оттенками. Он дает, как бы, такую большую глубину, глубину и прозрачность этому, и непрозрачный, в общем-то, аромат. Но, тем не менее, вот благодаря Абсолюту бессмертника мы можем так «Ух ты!» А там же внутри у нас целый космос, действительно. И как можно скучать в неделе с самим собой. База у него мягкая. Но до нее еще долго. До нее еще несколько часов. И мы увидим там и животные оттенки, и ваниль, и сандал, и ветивир, и гибискус, который растительный мускус. А еще что есть в этом аромате для того, чтобы он как бы подкрутился, подкрутилась его насыщенность цвета, есть Абсолют черного чая. Тоже моя большая любовь. С цветами безумно красиво получается. То есть получается не такая сладкая цветочная бомба, а именно что чай добавляет сухости и танинов таких, которые вот прям цветы превращают скорее, скорее что-то человеческое, чем что-то ботаническое. Как и с другими ароматами, я бы сказала, что между духами ИТП различия такие, что у нас в духах более выражена яркость и насыщенность. То есть мы сразу будем видеть вот эти вот кожаные-медовые цветы, слепленные с ванильным сандалом. В ИТП вы сможете разглядеть различия, как вначале вы услышите полынь с цитрусами, потом будет черед цветов, и бас будет уже такая более спокойная. Вот таким вот образом я рассказала про вторую кожу. В следующий раз буду рассказывать, наверное, про Ревенч. Это уже наиболее удавшийся мажь бандиту, потому что вторая кожа, она вот так на особицу все-таки стоит. Хотя я вдохновлялась винтажными, но вот ушла. Настолько меня зачаровала вот эта вот идея сделать комфортной, мягкой. Вторую кожу. Что он пошел в отдельном. Вопросы, предложения. Еще минуточку подожду. Напоминаю, что если вы хотите... А, еще забыла, про что рассказать, если вы пока не разбежались. Те, кто хочет обучение оффлайн в Москве. Значит, ребята, не буду я делать парфюмерные мастерски оффлайн в Москве, чтобы вот сначала с нуля учить людей капать духи. Объясню, почему. Ну, во-первых, потому что я в Москве большую часть времени сейчас не живу. Во-вторых, к сожалению, время этих мастерских для меня прошло. Я все-таки в этом деле больше 15 лет, и я провела уже этих мастерских довольно много. Я выпустила там человек 300, может быть. И, ну, все, да. Дальше повторять вот это вот одно и то же, одно и то же. Да, почему мы... Давайте все сделаем снова ошибку, передосировав корицу. Ой, какой ты молодец, ты не сделал этой ошибки. А вот ты сделал, смотри, какой ты молодец, и тебе тоже будет урок. Это все нужно, это важно, но есть предел психики. Вот. И вот все. Мое терпение. Не то, что даже терпение. Да, ну, невозможно, невозможно сохранять живое наполнение для курса, который ты повторил уже там 20 раз. Либо надо все переделывать. А чего переделывать? Если, ну, спрос в основном на курсы для совсем-совсем таких начинающих, да, то есть вот с самого начала, а теперь снова рассказываем, как получаются эфирные масла, почему абсолют растворяется в спирте, а почему конкретно в спирте не растворяется, как посчитать, где 10%, где 50%. Ну, и вот это вот, нет, но это есть в моем записи курса «Душа и тело ароматов». А за перфюмс, обучение, и в этом вы увидите. Вот это все, что я могу предложить для тех, кто начинает и хочет какой-то такой гайд, да, какую-то стратегию понять, как все это делать. Вот это есть, большего не будет. У меня, я думаю, что у меня будут оффлайн-мероприятия, но это не точно совершенно, это не будут обучающие мастерские, как капать сняли. Я, все, вот это вот, хотите от меня, у меня есть книжка «Кротики до сандала» для начинающих, есть несколько вот записей курсов, все, для начинающих можно начинать с этого. Я хочу делать совершенно уже другие вещи. Я хочу делать истории на стыке разных дисциплин, на стыке психологии, например, да, и помогающих практик, и обоняния, культура и обоняния. Мы прекрасно и с Полиной Твиновской делали истории, когда с Мелье и Парфюмер вместе работают, и мы разбираем там вкус, запах носа, вина, как мы про это говорим, почему, какое настроение, с чем связано и так далее. Вот такое будет. И если вы на это хотите, то подписывайтесь на новости, у меня опять же в подвале сайта. А мастерских для начинающих от меня не ждите, ждать нечего. Все, что есть, я рассказала. Пожалуйста, буду рада любым вопросам. Если что-то непонятно, спрашивайте. Вот так. Теперь точно все. Кому? Что? Все? Хорошо, давайте на сегодня заканчивать. Была рада всех видеть. Спасибо, что пришли со мной вечером посидеть, были на эфире. Всегда прекрасно и приятно рассказывать что-то не в пустую камеру, а людям, которые присутствуют в виде точечек. Спасибо большое, Наталья. Я рада, что развлекла вас. Приходите еще. У нас будут еще эфиры. Попытаюсь еще что-нибудь забавное рассказать. Для продолжающих, какие лучше курсы? Ну, например, Душа и тела аромат для продолжающих тоже хорошо. Нейроризиология воняния. У меня есть курс там же на странице обучения. Я собираюсь сделать еще маленький курсик про... Ой, кстати, будет для продолжающих. Сейчас, спасибо, что спросили. Только что же я вспомнила. У меня будет маленький курс про сочетание. Ну, он будет для всех, там не будет никакого особого интерактива или каких-то сложностей. Это будет курс про... Про я возьму и разберу, как работает то, что называется хорошее сочетание на примере... Еще пока не решили, честно говоря, будет сколько сочетаний. Либо 5, либо 7. Вот. Но он пойдет для всех. Просто для всех, кому нужно, что называется, вдохновение и развлечение. Для продолжающих капать у меня есть две истории. Первая история – это про парфюмерные скелеты, парфюмерная архитектура, но вообще ее я веду для тех, кого я знаю. То есть вот кого... Кто у меня на каких-то курсах был, тех я приглашаю на скелеты, потому что иначе, ну, как бы, да, есть риск, что вы это купите и не поймете, как это применить, потому что мы с вами говорим немножко на разных языках. Вот. Поэтому, если вы у меня были, то пишите, я что-нибудь придумаю с этими скелетами еще. Не знаю, пока буду ли я сразу, я просто выложу запись в продажу или все-таки проведу еще один поток живьем. И то, что будет еще осенью, это будет то, что мне написали в Телеграм сегодня. А я хотела посмотреть, что мне написали в Телеграм. И поняла, что Телеграм у меня в телефоне, который меня снимает. Короче, мне написали и подтвердили мне желание, которое у меня давно было. Низали, Анна, как классно, что вы рассказываете не просто про ароматы, а про ароматы и еду, про ароматы и музыку, про ароматы и какие-то идеи. И было бы здорово сделать мастерскую про это, про ваш подход. Честно говоря, я пока не набралась наглости делать мастерскую. Давайте я вам расскажу про себя красивую, а вы мне за это заплатите денег. Хотя, если вы хотите, пишите и сделаю. Я хочу сделать по-другому. Я давно хотела сделать творческую лабораторию для тех, кто капает. по именно поиску, как бы сказать, своего почерка, своего... Кто вы, как тот, кто капает. Что вы делаете, когда вы капаете? Зачем вы это делаете? Почему вы это делаете? И если вы капаете какое-то время, это же вопрос для продолжающих, не для начинающих. Если вы капаете какое-то время, значит, точно на эти вопросы есть ответы. Просто обычно, когда мы делаем, ну как бы, да, все время сами с собой, я по себе знаю, что это ужасно сложно. Ответы на эти вопросы совершенно не очевидны. Для того, чтобы на них ответить, нужно как-то контактировать с внешним миром. На самом деле, одному, да, вот самообучение, это безумно сложно именно поэтому. Потому что у вас, вы как-то вот в самом себе варитесь. И пока мы находимся, как бы, да, в собственной вот этой зоне комфорта и радуемся, все хорошо. Но как только мы пытаемся учиться, нам обязательно нужен кто-то, кто хотя бы отражал бы нас как зеркало. Да, ну вот, знаете, как вот эта вот история про младенцев и маму, что младенец начинает повторять мимику мамы, и мама непроизвольно тоже начинает повторять мимику младенца, и он как бы видит себя в ее глазах. И на самом деле обучение любое, оно в том числе про это, про то, что вы, как бы, да, вы даете некоторый сигнал, некоторое послание, некоторый продукт во внешний мир, специально обученный человек сидит и отражает вас. Ну, потому что необычный человек из внешнего мира, наверное, тоже почти все вы, я думаю, имели такой опыт, когда вы что-нибудь накапали, мне, Андрей, муж так каждый раз делает, да, принесли какому-нибудь близкому человеку, говорит, ну что, ну что пахнет, ну понюхай. Очень хорошо пахнет, хорошо и необычно. Вот вся обратная связь, которую вам дают близкие. Или, если близкие чуть менее лояльно к вам настроены, они говорят, почему это елки опять? Или перестанет заниматься глупостями. И обучение на этом не построить, потому что, ну, как бы нет. Так вот, для продолжающих я хотела делать вот эту вот творческую лабораторию про то, из чего мы творим, да, из какого сора все это растет. И я имею в виду не ингредиенты, не абсолютные хирные масла, потому что я очень надеюсь, что все-таки продолжающие уже как-то разобрались с тем, как уже, значит, дубовый мог развести до 30% и чем он пахнет наконец, да. Из чего вы творите, да, где источник нашего вдохновения? Мне пишут, да, Мария, по-моему, да, Мария пишет, что не хватает обратной связи. Ну, вот, это правда, да. Если что, я консультирую. Могу дать обратную связь. Мне, правда, тоже мне стоит еще учиться быть еще более тактично и лояльной, но я работаю над этим. Вот так. Так что вот такое будет для продолжающих скелеты и творческая лаборатория. Если у вас это вызывает интерес, пишите. Будем уточнить формат. Будем делать. Всем спасибо. Спасибо.